Депутаты в очередной раз доказали, что о народе думают только ради красного словца. Несмотря на всю критику, которую народные избранники высказали по поводу закона, предлагаемого ДПС о введении штрафов за извоз пассажиров в машинах с правым рулем, документ поддержали почти единогласно. Из 103 депутатов, присутствующих на заседании, только один оказался против таких норм. В Ассоциации перевозчиков такси недоумевают, почему законодатели не спросили их мнения по этим поправкам. Административные штрафы за пользование праворульными машинами необходимо отложить, уверены в Ассоциации. На наш взгляд, отстрочку лет на пять, потому что кризис, мне кажется, будет достаточно затяжной. И попросить правительство вместе с отраслевыми бизнес-ассоциациями, вместе с независимыми экспертами, разработать программу, которая позволит выйти из этой проблемы. Мы предполагаем вариант сценария программы – это технический регламент. То есть, через технический регламент может опускать и праворульные машины к использованию в коммерческих перевозках. Если они пройдут технический регламент, устранят все те проблемы, о которых говорили депутаты, почему они хотят запретить, собственно говоря, использование праворульных машин в коммерческих перевозках. Если отсрочку не дадут, ситуация может оказаться плачевной. По данным Ассоциации перевозчиков, более 50 тысяч таксистов могут оказаться без работы, а их семьи – без единственного дохода. Проблемы начнутся и в качестве обслуживания пассажиров. Сегодня во многих станциях подавляющее большинство машин именно праворульные. Если они будут сняты с линии, выполнять заказы бешкигчан будет просто некому. В нашей фирме около тысячи машин. Примерно 700 из них – это праворуки. И почти все они взяты в кредит. Если люди останутся без работы, протестных настроений будет не избежать. Почти наверняка они выйдут на митинги, потому что другой работы в стране на сегодня нет. Купить взамен машины с левым рулем таксисты просто не смогут. Если на рынок выйдут 50 тысяч праворульных машин, их цена резко упадет. А автомобили с левым рулем, соответственно, подорожают. Выходит, что продав свой транспорт, приобрести равнозначную замену, таксисты уже не смогут. Эта перспектива сейчас больше всего пугает Саганалы Нарымбекова. Год назад он взял машину в кредит, чтобы хоть как-то кормить семью. Если депутаты одобрят запрет, выход один, говорит таксист. Уходить в тень. На работу меня больше никуда не берут. Мне уже 50 лет, а везде хотят видеть только молодых. Если бы была другая работа, я бы не стал таксовать.